23 октября 2016 год. Харьков и день одной улицы в городе Харьков. День улицы университетской. Начинается она вон там, где заканчивается Рымарская, начинается Бурсадский спуск. Но отсюда я решил снять, потому как много достопримечательностей. Видно Благовещенский собор. Вон он. Видно Покровский собор. Самое старое здание, между прочим, уцелевшее до нынешнего времени. Памятник независимости. Ника. Успенский собор, который как раз на этой университетской улице стоит. Далее у нас идет на крышные памятники. Это не памятник, конечно. Похоже, судя по крылышкам, на шлеме, на памятник Меркурию, Гермеса, богу торговли и плутавства. Но такой памятник совершенно справедливо стоит у нас на рынке Барабашова, Харькова. Памятник Меркурию и Гермеса. Так. Памятник. Скрипач на крыше. Ну и знаменитый градусник. Место встречи изменить нельзя. Там дали исторический музей. Т-34, думаю, узнали все. Сегодня, кстати, еще день Германии в Харькове. Вернее, в рамках недели в Германии в Харькове. Ну, они точно Т-34 узнают. И Марк-5, британские оккупационные войска Антанта, подогнали на такой танчик. Ну, в общем. Истуканы тоже, насколько я знаю, подлинные. Пошли к улице Университетская. А, кстати, вот самое старое здание города Харькова. Покровский собор. Построен он, на секундочку, в 1689 году. 1689 год. Примечательно то, что именно в 1689 году, 30 марта на рыночной площади города Варшава был сожжен иезуитами дворянин литовский Казимир. Как же его Казимир Казимир Лышаковский, как-то так фамилия была, сожжен иезуитами, как еретик. Такие дела. Когда тут, даже странно представить, Покровский собор тут построился, а в Варшаве еще людей на кострах сжигали в том же году. Покровский собор. Покровский собор. О, пожалуй, отсюда будет красивее всего. Благовещенский собор. Там, кстати, дальше видно на холодной гореть. Никак не могу запомнить, как эта церковь называется. Благовещенский собор. Благовещенский собор. Благовещенский собор. Благовещенский собор. Благовещенский собор. Благовещенский собор. Полтавский шлям. Отклонился от улицы университетской. Но очень уж хотелось снять Полтавский шлям. Выходной день. Так, там у нас парк Стрелка, вон даже видно чуть-чуть, чуть-чуть видно моста врублённых. Алло, а я на полтавский шлях смотрю, со ступенек, да, да, а делаю. А, я только что проходил мимо этого, а, свободу пешеходу или что-то такое, да? Как погиб этот гражданин? Есть два варианта, либо он просто не добежал до туалета и упал, либо он просто споткнулся. Ну тоже, в общем до туалета он так и не добежал, в любом случае смерть настигла его раньше, чем облегчение. Не добежал до удобств. Так, возвращаясь к улице университетской. Прекрасная погода, если бы ещё, конечно, не ветер такой дичайший. Подпишись за пешеходную зону. Центральная часть города Харькова. Так, а как же транспорт будет? А там можно, конечно, борьба за права, они тоже, вот эти вот, когда война была, чужие тут не ходят. Такой козик, фотографировались, поддерживали. Собода пешехода. Это всё можно брать, да? Да, да, да. Спасибо большое. Спасибо. Жорко. Спасибо. Флаг Украины золотой. Ну да, я рождец. Я. Это сфотографируй ты, я ж запись делаю постоянно. Так, ух ты, тут у нас намечается ресталище какое-то. Смотри, какого ботинки надо. Не знаю, зайка одинись, не обещаю. Хватит у тебя шоколада. Ну, а сабля вполне себе чистая, настоящая, по голове такой получить не хотелось бы. Мама родная. Смотри, какие доспехи. Мечит, да видишь. Представляешь, такое штукензия по голове получит? Да хоть даже и не по голове, хоть куда-нибудь, да, снимал. Возьми эти самые, сумку себе, брось. Пап, слава Украине. Героям слава. Ну, классно, сыночек, я рад. О, вот этого не было здесь, кстати, сынок, вот здесь я учился. Я. И раньше здесь этого не было. Мама дорогая. Генрих Ипполитович Семирадский. Местобудование. Всему будинку в 1906 году присвоена степень доктора российской словесности, выдающемуся украинскому писателю, ученому, критику, общественному деятелю Ивану Франку. Вот террас. А я и не знал, Франку здесь. Мастерская область. Мастерская область. Генрих Ипполитович Семирадский. Генрих Ипполитович Семирадский. Генрих Ипполитович Семирадский. Этничные немцы в Украине. А, ну я же говорил, сегодня еще и сейчас проходит неделя. Неделя-неделя-неделя немцы в Германии, в Украине. Вот это тандемчик. Тандемчик. Надо поставить... Последнее сфотографией. Немцы при Черном... Что-что? Объекты. А я на видео записываю. О, можно записывать. Да, я записываю. Говорите, что вы хотели. Это Харьковское областное общество немцев Виттеребург. Это книга этнической немки Одессы, которая прославила, описала жизнь немцев Одессы. Мы Харьков, к сожалению. А что ж к сожалению? Очень даже неплохо и в Харькове. Даже по сравнению с Одессой. Ха-ха-ха. Так, это благотворительность этой корма. Они есть? Ну поймем, они как едут. О! Слушай, ну лесопеды здесь просто класс. Есть не хочу, пить тоже. Фотография. Украинский КУМ. Так, своих я где-то потерял, но шо робыть. Так, улица университетская, она в общем-то одна из старейших. И посему не такая уж и длинная. Всего километры я там посмотрел. Первому попечителю Харьковского учебного округа, выдающемуся государственному и общественному деятелю, сына польского народа, вот тебе и немцы, и поляки, и Иван Франко. По честному члену Харьковского императорского университета, Северину Поточкому. Та-да-да-дам. Выдающемуся ученому-славянисту, этнографу, писателю, профессору Харьковского университета, Измаилу Срезневскому. Да, без понятия. Ути в этом здании с 909 по 1920 год работал выдающийся латышский языкознавец Янис Энзелин. Ну да, с такой фамилией вынужденно, я думаю, пришлось ему. Да, когда я тут учился, ничего этого не было. Это было лет, наверное, 20-30 назад. В Харьковском университете исторический наук Дмитро Иванович. Я Ворницкий, 1940-й. Тут работал в 873-906 год профессор Харьковского императорского университета Марьян Дериновна. Первая голова Болгарской академии наук. Матерь Божья, тут прям интернационал какой-то. В этом здании с 92 по 1930 год выдающийся украинский библиотекознавец Константин Иванович Рубинский. Олесь Гончар. В Харьковском университете в 1938-1941 году учился великий украинский писатель Олесь Гончар. Спору нет. Да, так я говорил про то, что улица одна из самых древних в Харькове. Времен еще первой крепости. Она была очень коротенькая и буквально проходила от площади к конституции. И доходила она всего лишь до вот этой площади по старому Розу Люксембурга, по-новому Павловская. Мечников. Не, ну если тут все таблички снимать, то тут можно на сутки остаться. Да, о, а там ремонт и тока-тока полтавский шляхт, там все перековыряли. Теперь еще и здесь. Да, сейчас эта улица доходит аж туда, к мосту. Улица Университетская. Даже боюсь предположить, что это портреты мэров города Харькова, губернатора. Так. Ну, в общем-то, дальше идти смысла нет. Та и того, у нас получилось, что от Покровского собора, начиная и заканчивая Макдональдсом. То бишь от самого древнего здания Харькова. К символу современности, утилитаризма. Ну, пожалуй, все. Спасибо. 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 Спасибо.